Всем доброе утречко! У нас сегодня суббота. И мне в комментариях написали рецепт блинов. Я делаю опять блинчики. Рецепт блинов на кефире. Я написала, что я миллион раз зарекалась не делать рецепт блинов на кефире. Я люблю блины на кефире, но они у меня никогда не получаются. Они у меня всегда настолько мягкие, что я их не могу перевернуть. Мне написали, Настя, попробуйте обязательно. Это точно получится. Знаете, я реально, я уже на канале даже, мне кажется, вслух в видео своих говорила об этом минимум раз в 10. Настя, никогда не делай блины на кефире. Они у тебя не получаются. У меня есть идеальный рецепт блинов, который я даже сама снимала как-то давным-давно. Вот я нашла этот идеальный рецепт. Они получаются всегда, просто всегда. Да. Нет, вот я сейчас купила кефир, захотела сделать блины на кефире. Ну, что вы думаете? Ну, естественно, они у меня не переворачиваются. Они у меня переворачивают. Вот я лопатку подсовываю, вот так вот лопатку поднимаю. И вот у меня вот этот кусок блина поднимается, остается на сковороде. Ну, не получается. Ну, никак у меня блины на кефире не переворачивают, они слишком мягкие. Я не знаю, как вы это, волшебница, делается. Ну, походу, мне это не дано. Вот сейчас попробую еще партии. Я сейчас просто три партии со сковороды вот так вот отковыряла кое-как. Еще попробую последнюю партию. Если не получится, то добавляю муки, добавляю молока в это же тесто. Может быть, как-нибудь так спасу. Если не спасу, то добавлю еще муки, и будут у меня тогда сегодня оладушки. Ну, обидно. Конечно, хотела я блинчики. Вот я сейчас сделала три партии. У меня есть трех партий. Получился вот такой один маленький блинчик. Вот, потому что он маленький, под него вся лопатка подсунулась, и он перевернулся. Получился один большой блинчик, но он в углу тут порванный. И еще один большой блинчик, но он тоже в углу порванный. Ну, я вот там кое-как попыталась склеить, знаете, когда переворачиваешь, уже прижимаешь, чтобы шов склеился. Ой, ну, в общем, ладно, пробую третий раз. Мне нравятся блины на кефире тем, что они дырявые, то, что они воздушные, они более мягкие, нежные. Да, в этом плане, конечно, клево. Но то, что я их не могу переворачивать, мне это вообще не нравится. Я еще сейчас перед третьей партией смазывала сковороду маслом. Слушайте, отходит. Неужели получилось? О, да, я буду очень рада. Опа, отлично. У меня получился блин. Значит, не оставляем попыток. Следующую партию еще раз будем делать. Возможно, из-за того, что я маслом смазывала сковородку, поэтому отошел сейчас блин. Просто я свои блины, когда делаю, я сковороду смазываю только один раз, перед самым первым блином. А потом вообще не смазываю. У меня в рецепте масло уже есть, внутри тесто смазывать не приходится. И такой дырявый сразу, в отличие от тех, которые на молоке, блины на кефире такие в дырочку получаются. Слушайте, ну у меня теперь дилемма. Нужно ли перед каждым блином сковороду смазывать, если делаю вот такие вот блины на кефире. Вот сейчас не смазала. Попробую. Кстати, у меня все та же лопаточка из Икеи, которую я сожгла как-то давно. Я ее просто подпилила с краю, как в комментариях тоже посоветовали. Настя говорит, вы ее просто спилите с краю. Горелая. Я так и сделала. Слушайте, ну вроде блинчик-то отходит. Ура! Так, я очень рада. Так, этот начал уже поджариваться. Неужели я научилась делать блины еще и на кефире? Ну и этот перевернулся. Немножко вот тут поджарился посильнее только. Я сегодня с утра заказывала доставку в самокат и яблоки заказала. Смотрите, какие большие, Степа. Покажи яблоко. Такой большой и цвет. Степа увидел, говорит, мама, это что за виноград такой? Цвет просто необычный. Нет, как будто виноград. Как будто виноград? Просто тот рецепт, который я делаю всегда, мы его и любим, и делается он просто и всегда получается. Даже Никита, когда пытался делать сам блины, даже у него получается с легкостью. Любой ребенок справится. Кто не знает мой рецепт блинов, я могу ссылочку вам в подсказочке оставить. Посмотрите, очень просто. Это для тех, у кого вообще блины никогда не получались. Вот точно получится. А вот этот вот, но все равно первые, значит, три партии у меня не особо получились. А теперь, ну, вновь получается, и я очень рада. А я уже, знаете, эту камеру даже включила. Пожалуйста, что мне ничего не получается, что Настя криворукая. Получается. Смотрите, единственное, вот с одной стороны поджаривается сильнее. Сейчас надо огонь поменьше сделать просто. Так, очередной блин вот у меня не получился. Прилипла лопатка. И вот так вот они у меня... Они обычно у меня все вот так как раз и рвутся. На что я жаловалась. Просто сейчас взяла показать. И мне приходится их по половинкам делать, либо вот по кусочкам. Иногда на три кусочка они рвутся у меня. Значит, все-таки надо смазывать сковородку, что ли, выходит. Ну, вот этот вот сейчас перевернулся. Отлично. А, может быть, я этот потолще немножко сделала. И он внутри остался мягкий, непропеченный. Может быть, поэтому он и не перевернулся. В общем, рано я радовалась. Ничего не получается. Опять они все начали так же рваться. Я так понимаю, наверное, надо каждый раз смазывать перед блинами, чтобы они легко отходили. Хотя у меня чугунные классные сковородки. От них всегда все идеально отходит. Короче, все равно блинчики начали рваться. Некоторые переворачиваются, вот которые я посильнее поджарила. Они, видать, ну, а мне не нравятся такие гориллы. Они, видать, лучше скрепляются как-то или засыхают. Ну, в общем, они более-менее. И в итоге я добавила еще сюда муку и молока. И блины начали лучше переворачиваться. Вот так. Чуть-чуть добавила молока. Ну, вот где-то вот столько стаканов. И муки, ну, тоже примерно столько же. И начали блины переворачиваться. Все отлично. И не горелые, и переворачиваются. И при том они также в дырочку остались. Очень красивые. Потому что там есть кефир. Кефир в реакцию с соды вступает. И получаются такие кружавчатые блины. Ну, на внешний вид мне, конечно, вот эти блины намного больше нравятся, чем мои, которые из молока. Потому что, смотрите, какие дырочки красивые. Такие прям ажурные блинчики. У нас сегодня на обед вот такой вот красивый разноцветный супчик. Дети любят обычный коренный супчик. Вот с такими маленькими макарошками. Ну, и с любимыми макарошками они любят, с удовольствием едят. К нам сегодня дедушка заходил. Пока он играл в шахматы со старшими, мы тут со Степкой разукрашивали. Раскраски вот такие вот достала свои фломастеры, переложили их в такую вот коробку. Там совсем порвалась у нас много вот этих вот маркеров. Это мы как-то давно светофоры брали. И вот дети их больше всего любят, несмотря на то, что они очень сильно просвечиваются. Вот видите, свист, все. Хотя тут прям странички такие толстые. Степа, ну красота. Степа, ставай. Уже красиво, красится. А еще мы со Степой заходили недавно в Красное Белое. Я там детям маленький сувенивчик на 23 февраля покупала. А еще увидели там морской бой. И вот он идет с двумя вот такими вот фломастерами, которые пиши-стирай. А у нас книжка вот такая вот лежала. Как раз ей не хватало фломастера. Видите, тут такие типа прописи. Нам недавно ее подарили. Но тут нужно было именно вот такими фломастерами. Степа увидел, говорит, мама, я нашел фломастер. Он сразу обратил внимание, что это именно те фломастеры, которыми нужно писать вот в книжке. И теперь вот мы сегодня писали тоже. Так можно писать и стирать. Ну и сама идея морского боя вот с такими вот фломастерами, там карточки такие небольшие, очень хороша. Потому что можно с собой вот такой морской бой куда-нибудь взять. В дорогу, в поездку небольшую. И он много места не занимает. Там реально вот такие вот маленькие карточки. Очень удобно. Так что у кого нет морского боя нормального, можете в красно-белое зайти, пока не там еще в наличии, себе взять. У нас сегодня случайно получилось тесто. Не такое, как нужно. И, в общем, хлебное тесто. Мы делали в хлебопечке. Потом смотрим, внутри хлебопечки какое-то тесто, вы знаете, комками. Думаю, странно, что такое. Сергей начал спрашивать, как он делал рецепт. Он перепутал вместо одной кружки молока. Вернее, вместо одной большой он положил одну маленькую. И выходит, тесто не такое сделает. И я его решила спасти. Добавила туда яйцо, еще молока. Все заново замешала. Вот сделала вот такие вот булочки-пампушки, может быть, какие-то маленькие булочки получатся. Ставлю все это теперь в духовку. Ну, то есть я это все замешала отдельно в планетарном миксере. Долго замешивала. Не знаю, получится спасти, не получится. Но просто жалко столько ингредиентов классных выкидывать. Там и мука хорошая, и все вообще отличное. Масло сливочное. Должны получиться вкусные булочки обычные. Утром я спасала блины, вечером спасаю хлеб. Не знаю, как так получилось. Случайно получилось, но я сама могла там отвлечь. Сергею под руку что-нибудь сказать. В итоге он хлеб на новый поставил. Хлеб у нас в хлебопечке вообще замечательный получается. Вкусный очень. А такое впервые мы заглянули. Сергей заглянул, говорит, Настя, что это такое? Я открыла, смотрю, куски просто какие-то теста валяются. Вместо того, чтобы, ну вот, как обычно, хлеб поднимался красивый. Я все эти куски собралась. Говорит, давай выкинем. Я говорю, нет, не надо выкидывать. Будем спасать. Ну, в итоге вот спасаю. Посмотрим, что получится. Вы посмотрите, какая там красотища, вкуснотища. А аромат на кухне, как будто я делаю сдобные булочки. Хотя это не сладкие булочки. Я их вот посыпала кунжутом. Желтком смазала. Но они такие воздушные, такие красивые получились. И поднялись довольно хорошо. Ну, там дрожжи, конечно, поэтому они и поднялись. В общем, сейчас уже буду доставать. Мне кажется, они уже пропеклись. Некоторые посыпала кунжутом. Некоторые не посыпала, потому что у нас Никита, например, кунжут не любит. Он его сковыривает, выбирает. Еще меня несколько раз спросили рецепт теста, который я делаю в хлебопечке. Вот такое вот я тесто делаю в хлебопечке. Я писала в комментариях, там кто спрашивал. Ну, может быть, кому еще нужно. Вот такой рецепт я беру. И по поводу хлеба, рецепт хлеба, который я делаю, я тоже его писала. Вот в тех видео, где я о нем говорю, я там в описании дописывала. Просто именно рецепт хлеба у меня не из этой книжки. Его мне мама продиктовала. Но тут очень много различного хлеба в этой книжке. Можно делать хоть каждый день новый. Это инструкция к хлебопечке, и там как раз рецепт. Ну, вы посмотрите, какие вкуснющие тут булочки-веснушечки. Переложила сейчас еще очень горячие. Не могу нажать, знаете, хочется нажать и так потрогать, чтобы хруст услышать свежего хлебушка. Но я перекладывала с помощью вот этой штуки, потому что они еще пока очень горяченькие. Красивые, симпатичные булочки. Обычно нейтральные, можно просто к ужину их. Вот так. Я сегодня весь вечер, ну как весь вечер, вот последние часа 3, может быть, чуть больше даже, посвятила тому, что начала разбирать вот эту вот комнату. Вы знаете, те, кто у меня влоги смотрят постоянно, какой тут бардак был. Все вот тут посередине комнаты навалено. И я уже начала мебель, в принципе, присматривать, да, там диван какой-то еще для Никиты, тут кровать, куда ставить. А в комнате-то вообще бардак. Бардак, хлам везде. Я в итоге зашла сейчас, села дизайн и порисовала сначала. Сижу, а за мной вот этот вот беспорядок и думаю, нет, надо этим заняться, надо этим заняться. А у нас завтра еще масленица. Мы масленицу каждый год встречаем с друзьями. Друзья в гости придут, думаю, ну дай я хотя бы эту комнату разберу, а то, не дай бог, кто-нибудь дверь откроет, заглянет. Тут вообще просто катастрофа ужасная. Я обычно, когда кто-то в гости приходит, я просто дверь эту закрываю и все. Ну, чтобы сюда не заходили. Вот. И в итоге разобрала почти всю комнату. Вот сейчас осталось пропылесосить, полы помыть. Коробок много тут по углам стоит, но тут их пока деть некуда. Они тут, в принципе, и будут потом стоять просто в полочках каких-нибудь или в ящиках. Книжки тут вот детские. Ну, в общем, я особо горжусь. Я огромнейшее просто дело сделала. Тут уже все было навалено несколько месяцев. Да что месяцев? Больше двух лет тут все это было навалено, потому что мы еще с переезда тут до конца не разбирали. Да, тут была мастерская, был стол, но под столом все равно эти коробки были. В общем, я очень много чего сегодня разобрала. Сюда пока перенесли вот это большое кресло, но, по крайней мере, тут дышать хотя бы можно. Вот коробки вдоль стены поставила некоторые, но было тут вообще ужасно. Мне сейчас все надо, вот я сейчас еще пропылесошу, у меня там пылесос забился, пропылесошу, помой полы и еще хотелось бы помыть окно. У меня тут, когда была мастерская, я же всегда перед окном стояла, в это окно любовалась постоянно, и я его периодически протирала. Я знаю, что тут оно больше всего течет, и вот у меня тряпочка тут всегда лежала. А сейчас я в эту комнату захожу не так часто. Я иногда и могу там раз в неделю только зайти. И я окно забросила протирать. И из-за того, что я его забросила протирать, а влажность сильная, у меня вот тут по углам, смотрите, сейчас покажу крупным планом, образовалась какая-то жуткая плесень. Видите, что происходит? Вот я сейчас хочу, мне как-то писали в комментариях, что от плесени помогает белизна. У меня есть упаковка белизны. Я сейчас просто протру. Она и так легко смывается. Но хочу еще по углам, ватным диском, вот тут везде пройти белизной, чтобы эта плесень ну как-то ликвидировалась совсем, а не просто вытирла тряпочкой я ее. Это мне совсем не нравится, что такое творится. Видите, ужас какой-то. В общем, помою окно. И на этом мой вечер, наверное, будет закончен. Я всю вот эту вот уборку трех с половиной часовую, естественно, не снимала. Ну потому что я вообще, в принципе, не могу снимать вот уборки. Когда я вот занимаюсь уборкой, я занимаюсь уборками. У меня нет мысли о том, что вот туда там надо поставить камеру, штатив направить вот так вот, чтобы я там походила в этом углу, в этом углу. Мне неудобно. Иногда, да, бывает там, когда я кровать заправляю, мне удобно камеру просто поставить на тумбочку, и я заправляю кровать. А тут я из одного угла в угол, из другого угла в угол. В итоге думаю, нет, я не буду ничего снимать. Я просто уберусь, сделаю огромное дело, а потом об этом доложу. Вот, а то бывает у меня еще, знаете, такое тоже. Пунктинка иногда скажу, что вот мне надо убраться, сама не делаю. Вроде как сказала, и ладно. Вот, а сейчас думаю, нет, сначала сделаю, а потом покажу. Хорошо, сюда, кстати, это кресло вписалось, оно будет тут у нас стоять, детское кресло в виде авокадо. Ладно. Все, продолжаю. Сейчас я разберу пылесос, он у меня забился, там вообще весь мусор вылетает обратно из трубы. Разберу, соберу заново и продолжу. Я еще пока здесь убираюсь, включила, сначала начала убираться, потом думаю, дай-ка на фон себе какой-нибудь фильм включу. А в итоге включила первый выпуск вот Супер Ниндзя. Уже почти досмотрела до конца. Пока убираюсь, параллельно он идет, я периодически поглядываю, смотрю, тут болею, переживаю. Какая-то новая передача, я такую раньше не видела. Ну, интересно. Так, ну что, про пылесосила, полы помыла. Кстати, сейчас на пылесосе он мне забился, я его почистила, поменяла вот эти вот две насадки тут с этой стороны, вот эту с этой местами поменяла. И он так хорошо начал сосать, прям просто идеально. Я только подумала, о, как классно все засасывает, как он у меня сел. И все. Больше я уже просто пошла в другие комнаты пылесосить. Сел, видела отзыв о том, что у других этот пылесос плохо тянет, из трубы вываливается мусор. У меня тоже из трубы мусор вываливался. Но вот, говорю, сейчас почистила его полностью, насадки поменяла местами, идеально начал. У меня прям просто, мне кажется, за пять секунд вот тут полный этот контейнер набрался, даже песок начал тянуть и вот сел и все. Ну, в общем, я пока пылесосом этим довольна. Мне он очень нравится. Он у нас тут висел, мы убрали вниз, поэтому все насадки у нас просто вот так вот теперь лежат, вот так вот хранятся. Ну, ладно, мы потом его придумаем, куда повесить. По плану у нас вот в этом углу будет диван-кровать. Вот примерно вот такая. Кто-то мне попросил картинку ставить, потому что не поняли, что я хочу. Примерно вот такую кровать я хочу, как на картинке сейчас я вам вставлю. Вот. Сюда же, вот, наверное, в тот угол, где розетки, поставим стол вот этот туда. Ну, может быть, какой-то новый стол. В общем, розетки для того, чтобы там стоял компьютер, ноутбук, все туда. Ну, и, в общем, как-то так тут будет Никиткина комната. Вот этот шкаф тут останется, я из него половину еще вниз унесу, там всякие свои тряпочки, тканюшки, полотенчики унесу. Коробки вот эти вот у нас стоят с новогодними игрушками. Там новогодние украшения, новогодние мишура, несмотря на то, что они все разные, это тоже мы отсюда потом, скорее всего, уберем. Ну, тут незачем им храниться. Хотя, если будет место какое-нибудь прям для хранения, типа под диваном, под кроватью, где мы не лазим, то можно и там хранить. Мне нравится то, что комната стала такая чистая, просторная, хоть дышать здесь легко стала. Я пока еще тут монтирую, фу, монтирую, господи, делаю свои дизайны, периодически сюда захожу, поэтому мне даже полегче будет пока. А еще из-за этой комнаты шикарный вид. Мне всегда он так нравился. Там вдалеке видно трассу, машины ездят. Очень красиво, мне нравится. И вечером нравится, и днем тут облака шикарный. Классно. Я сегодня вышиваю вот такого вот миленького котика, кошечку с бабочками. Вот эта вот бабочка голубенькая, она светящаяся одна. В темноте будет светиться. Песня. 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 Субтитры сделал DimaTorzok